Когда Союз готовился покинуть монтажный испытательный комплекс Байконурского филиала Цельского прогресса, шел дождь. Говорят, это хорошая примета в дорогу. Ровно в 7 часов утра многотонная ракета, сияя в бликах многочисленных вспышек, отправилась к нулевой отметке. На Байконуре светает быстро. До стартовой площадки меньше 10 километров, но преодолевал их космический поезд довольно долго. Первые километры своего космического пути корабль проходит со скоростью усталого пешехода, поэтому дорога от места сборки до стартовой площадки занимает порядка двух часов. Капитан 1-го всемирного отряда юных космонавтов Сергей Довитая, который первым из детей мира прошел тренировку в невесомости, решил за это время стать родоначальником новой традиции. На рейсе перед поездом были уложены олимпийские рубли и другие монеты. Для счастья и монетки эти как сувениры можно использовать, дома на полке поставить. Все монеты с рельсов были убраны будительным караулом. Традиция не сложилась. У настоящих космонавтов давно есть другие. Я буду следовать российским традициям, посмотрю фильм «Белое солнце пустыни», распишусь на двери гостиничного номера и получу благословение батюшки. Кроме того, на орбиту традиционно отправится так называемый индикатор невесомости, который, как шутит командир экипажа, прошел сертификацию. Вот эта собачка, которую, как правило, космонавтам дарят дети. На нулевой отметке из-под ракеты убирают фиксаторы и машину космотранца. В дело вступает подъемник. Ракета Гагарина имела не три, а две ступени, поэтому облик гагаринского старта за 50 лет претерпел изменения. Но, в принципе, те процедуры, за которыми вы сейчас наблюдаете, они остались неизменными. И вообще говоря, эта процедура проходит на этом старте 471-й раз. Шесть раз отсюда стартовал герой СССР и России, рекордсмен планеты по времени пребывания в космосе Сергей Крикалев. Сегодня Сергей Константинович отвечает за подготовку нового экипажа, в котором двое впервые полетят в космос. Я хорошо представляю ощущения ребят, которые сейчас готовятся, которые концентрируются, которые отрешаются сейчас от всего, что здесь вокруг, от этой суеты, и вот завтра уже отрешаться от земной тяжести. Произойдет это на самом работающем стартовом комплексе мира. Здесь все отработано до автоматизма. Подъем ракеты в стартовую систему от прибытия к нулевой отметке до доклада занял 43 минуты. Космос уже заждался своих новых покорителей. Продолжение следует...